В декабре прошлого года по инициативе главы региона Глеба Никитина началась разработка проекта стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. В формировании документа приняли участие около 500 экспертов из различных отраслей экономики и социальной сферы. В стратегии прописаны как глобальные цели развития региона, так и конкретные показатели, которые следует поэтапно достичь в процессе ее реализации. В июне начались обсуждения проекта в муниципалитетах области. Стратегическая сессия в Сарове стала самой масштабной в регионе. За два ее дня свое видение развития города и области высказали представители местной власти, госкорпорации «Росатом», бизнесмены и промышленники, работники бюджетных учреждений. А в итоговом заседании приняли участие исполняющие обязанности вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люрин и глава «Росатома» Алексей Лихачев. О том, какие проекты были предложены в стратсессии в Сарове, о планах и перспективах развития до 2035 года, мы говорим с заместителем председателя Саровской городской думы Сергеем Жижиным. Сергей Александрович, наша область активно обсуждает стратегию развития региона и Саров не остался в стороне. Мало того, что не остался в стороне, опять впереди планеты все обсуждения у нас названы самым активным. Масштабным. Масштабным, да. И давайте начнем с самого основного. Вот что такое вот эта вот стратегия, для чего она нужна? Это какая-то абстрактная, абстрактное видение или это все-таки дорожная карта для региона и для конкретных городов, в частности для нашего Сарова? Ну, скорее всего, это дорожная карта для региона. В первую очередь обсуждение в создании стратегии развития Нижегородской области приняло более 500 участников, более экспертов там со всех регионов Российской Федерации. Были подключены, естественно, ключевые эксперты из Москвы с целью именно выработать те направления, по которым будет двигаться, будет двигаться регион Нижегородской области у нас до 2024 года. То есть некая такая точка, 2024, наверное, будет реперная точка и дальше пойдем к 1935 году. То есть мы сделаем срез по 1924 году, потому что стратегия развития Нижегородской области, она ложится в стратегию развития Российской Федерации. Мы говорим сейчас, я говорю, вернее, сейчас про майские указы президента, про майский указ, в котором все направления прописаны. И вот здесь мы можем четко наблюдать цепочку к выстраиванию стратегии развития на основании майских указов. А наша стратегия развития города мы также выстраивали на базе и майского указа, и те пункты, которые есть в области стратегии развития, конечно же, мы старались попасть в них. Поэтому это четко увязанная схема. И вот эту вот схему нам сейчас необходимо будет реализовывать. Давайте сначала доработаем ее. На самом деле сложно говорить, что сходу начнем реализовывать. Во-первых, необходимо эту стратегию, если мы сейчас говорим про стратегию развития города Сарова и стратегию развития области, до конца увязать. Потому что есть направления по развитию медицины, по созданию научно-образовательных центров, по увеличению качества жизни. Все это необходимо, нужно будет взаимоувязать. Какими путями? Увидеть, да, сроки, суммы. Конечно, конечно. Все это нужно будет, правильно говорить, как экономисты, нужно будет прочитать и пощупать действительно. Да, прошла сессия трагического планирования. Да, заявлен на самом деле амбициозный проект. Очень, очень амбициозный. Очень амбициозный проект. Федеральный проект, который пройдет в национальный проект. То есть вот это вот целая как бы ступень прохождения этого проекта. Но все это должно быть взаимоувязано. Вот это, наверное, самое главное. И звучало на сессии не единожды, что Саров, он играет ключевую роль в стратегии региона. Потому что здесь, мне это очень польстило, концентрация интеллектуальных, человеческих ресурсов именно здесь, в Сарове, находится. Отсюда шли разговоры. И основной наш проект, который был презентован на финальном заседании этой стратегии, здесь это научно-образовательный центр. Вот давайте немножко остановимся. Что такое научно-образовательный центр? Каков его масштаб? Я так понимаю, что это будет 15 таких центров по всей стране. И у них амбициозная задача вывести национальную экономику в список пяти крупнейших экономик мира. И вот мы, получается, немножко сопричастны с этим будем. Для себя, для развития города в дальнейшем мы видим это как некий такой, знаете, такой столб основания, вокруг которого можно дальше начать увязывать остальные ресурсы, остальные мероприятия. Но мы НОЦ видим в Сарове именно? Мы НОЦ видим распределенным. НОЦ, он может быть и как бы сейчас обсуждается, что это распределенная структура научно-образовательного центра. Понятно, что идеально, когда НОЦ находится на открытой площадке. Сейчас мы говорим о том, что у нас скоро мы присоединим северные территории города. Да, 640 гектар земли северных территорий, но туда нужно заниматься развитием инфраструктуры. Туда нужно подтаскивать электричество, туда нужно газ, вода. Ну, то есть, как бы полностью инфраструктуру все нужно затаскивать на северные территории. Мы понимаем, какой колоссальный объем денежных средств нужно туда вложить. Мы понимаем, что если мы пойдем в северные территории, то мы до 2024 года, а мы ставим себе показатели, какие показатели должны мы достигнуть к 2024 году, то мы не достигнем этих показателей. Вот развитие северных территорий к 2024 году мы видим в присоединении и в развитии нормальной слаженной инфраструктуры. Понятно, что у нас есть КПП-4, понятно, что у нас будет в этом году дорога до Кременок, понятно, что у нас есть целая дорожная карта, как мы будем выходить в каком году к дороге на Глухо. То есть, вот эта часть инфраструктурно, она уже увязана. Но именно строительство инфраструктуры и дальнейшее развитие северных территорий мы видим, что до 2024 года мы инфраструктура, до 2025, дальше уже можно вести разговор о развитии уже и застройки, и производственных мощностей заводить туда. Вот это направление. Понятно, что ключевым моментом является развитие и технопарка Саровского. Технопарк Саров сейчас и город Саров, город Саров у нас закрытая территория, но у технопарка открытая площадка, они наиболее сейчас подготовлены для создания научно-образовательного центра. У технопарка есть прекрасный потенциал в виде мощностей, у технопарка есть или в технопарке есть прекрасный потенциал и опыт проведения образовательных мероприятий. И во время своего визита Светлана Чепшева, директор агентства статистических инициатив в технопарк, мы обсуждали, что какая-то часть образовательного направления уже сейчас, это создание детского не коверкинг-центра, а экспериментариумов, вот это вот сити-экспериментариумов, оно будет для Юго-Нижегородской области, будет создан именно в технопарке. То есть потихонечку образовательная среда, которая есть и всегда была в технопарке, мы будем сейчас ее наполнять, наполнять. Уверен, что с 2019 года в технопарке уже можно будет проводить образовательные мероприятия. Со следующего получается? Да, да. И естественно, как бы город. Город это действительно уникальное по своей структуре, это уникальное место. И объединив тот потенциал, который есть у Российского федерального центра, это уникальная база, тот уникальный потенциал человеческого капитала, который сосредоточен в городе, более 60% инженерных научных кадров Нижегородской области. Мы всегда об этом говорим с гордостью, сосредоточенной здесь. Мы говорим о том, что в Сарове в атомном проекте участвовало 7 нобелевских лауреатов. Вот это опять же потенциал. Это впечатляет, да. Это впечатляет. И это действительно уникальная жемчужина, жемчужина не только Нижегородской области, но и Российской Федерации. Ну и говорилось о том, переплетение научного, духовного потенциала. Переплетение научного, духовного потенциала. И производственного, и образовательного тот же. Вот это и все уляжет в основу научно-образовательного центра. Цифры заявлены амбициозные. Цифры заявлены, что вокруг НОЦ не просто ведет свою образовательную деятельность, НОЦ идет и занимается еще коммерциализацией тех результатов интеллектуальной деятельности, которые будут выработаны, созданы в данном научно-образовательном центре и подкреплены Российским Федеральным Ядерным Центром. Вокруг НОЦ должны быть созданы компании-юниты, компании-спин-офф, их по-разному можно назвать. Просто будем называть их компанией, которые должны заниматься коммерциализацией, создавать новые рабочие места. Если мы берем показатели, которые мы заводим, они действительно тоже амбициозные. Только 5 тысяч рабочих мест к 1935 году, рабочих мест только должно быть создано. А рабочие места, они немножко отличаются от тех молодых. Это здесь у нас в Сарове. Это здесь у нас в Сарове. Здесь у нас в Сарове, но опять же мы говорим, вот ваше понимание, Саров это периметр или что-то большее? Вот здесь мы подходим к большому Сарову, наверное, уже. Здесь мы подходим к некому такому проекту агломерации. И создание вокруг Сарова агломерации, тот же технопарк, это уже агломерация. У нас уже существует агломерация города. Дивеево-Дивейский район, северные территории ближайшие. То есть вокруг Сарова планируется создание вот такой агломерации, где будут, собственно, куда будут стремиться приезжать молодые люди для того, чтобы учиться. А дальше молодые люди будут принимать решение, а куда они хотят пойти. Хотят они остаться в городе, но тогда нам нужно вместе с вами, вместе с органами самоуправления, вместе с той структурой, которая будет создана приноция. Нужно четко понимать, что молодежи интересны, не только интересная работа, но и комфортная городская среда. И вот этот момент очень важен. Мне понравилась, да, глава Росатома Алексей Лихачев, когда он выступал. Он очень четко сказал, вначале он три пункта обозначил, которые должны быть увязаны. Это производственные планы в НЕФ, отсюда у нас научное видение, образовательное видение. Это все должно лечь в основу. Производственные планы, дословно, должны быть подкреплены научными и образовательными всеми мероприятиями. Да, а дальше он начал развивать тему как раз среды, что и логистика должна быть в городе у нас продумана. Конечно, чем больше народу уезжает, тем больше народу приезжает. Он очень интересно сказал, чем проще выехать из города, тем охотнее в этот город приезжают жить. Да, и важный момент, что как раз реконструкция аэродрома, как, опять же, сказано было, в 2019 году планируется его открытие. Это поможет нам выстроить взаимосвязь, уже такую быструю взаимосвязь с центральным, ну, с Москвой, с Нижним Новгородом. Но с Нижним, конечно, наверное, посложнее, но здесь должны быть очень хорошо продуманные транспортные потоки. Все, что больше полутора часов, это далеко. Сейчас это 2.30-2.40 до Нижнего Новгорода. Это если повезет. Это если повезет. Поэтому вот эти взаимосвязь транспортной логистики, это выходом дороги на Глухово, должно быть, ну, очень продуманная, хорошая концепция, собственно, транспортных потоков. Но это Большой Саров. И знаете, что в проекте Большой Саров есть такие направления, как реконструкция автовокзала в Арзамасе, дорога до Дивеева и сам Дивеевский монастырь. Ну, собственно, как бы, естественно. И, естественно, как бы, ключевая это Саровский монастырь. То есть это в Большом Сарове. Но мы-то понимаем, что технопарк здесь, как ключевой налогоплательщик Дивеевского района, ключевая точка сбора, может принести, ну, некую такую изюминку. В том плане, что уже сейчас технопарк может развивать такое направление, очень мощное, как туристический кластер. И в то же время еще одно из поднаправлений туристического кластера – это образовательный кластер, образовательный туризм. Ну, вот, образовательный туризм, когда приезжает… Мы отправляем наших детей изучать английский язык за границу. Но в то же время, вот вы, например, знаете, что в технопарке проходят обучение дети по математике, по физике, там, в летних сменах, в зимних сменах. Они приезжают со всей России. Они приезжают куда? Они приезжают, в первую очередь, на те знания, на те компетенции, которые есть у преподавателей, в том числе из ВНЕФа. Мы можем много говорить про образовательные программы, но те разработки, отечественные разработки, которые есть у ВНЕФа, и уже сейчас можно 11-классникам о них рассказывать, вот это слабому молодежи интересно. Интерес проявляется во многом к физике, к математике. И вот главное – этот интерес поймать, развить, а потом его уже аккумулировать здесь, в этом научно-образовательном центре. Это будет важный момент. Мы стартуем, планируем стартовать в НОТСе в подготовке магистров, потому что на данный момент, так как бы, есть у нас возможности кафедры и спецфакультет Сарусского физико-технического института, мы здесь можем начинать подготовку магистров. Но мы уже сейчас закладываем, что ту подготовку бакалавров или специалистов, которые планируются в НОТСе, она должна быть, скажем так, и на ступеньку выше того, что есть в других ВУЗах, а возможно, в специальности должны быть такие научно-образовательные программы, которых еще вообще просто возможно не было. Я сейчас, может быть, футуристично рассказываю, но увидите, через 5-7 лет, через 8, может, к 35-му году действительно, мы получим новых специалистов по тем направлениям, которые сейчас реально востребованы. Вот мы сейчас живем и готовим детей в тех направлениях, которые востребованы именно сейчас. А если посмотреть, что нам говорит агент стратегических инициатив, что нам говорит правительство, что нам говорят те направления цифровой экономики, которые есть, за которых, кстати, во многом отвечает, в том числе, Российский федеральный ядерный центр. Это и большие даты, и параллельные вычисления. Это все ложится уже на новое, абсолютно новую работу с этим материалом. И это важно. Либо мы сейчас догоняем, либо мы догонять не будем, мы просто уходим на что-то новое. Вот, наверное, вот это важный момент. И вот это НОТС должен эту задачу решать. В НОТС запланировано около 11 институтов. То есть те направления подготовки, вернее, те научные школы, которые есть в Российском федеральном ядерном центре, планируется, что они будут некими институтами, где смогут пройти обучение студентов. То есть на той базе, которая у нас есть, мы будем что-то развивать и строить что-то новое. Чтобы что-то развивать, это две параллельные задачи. Чтобы не получилось так, мы все вбухиваем в инфраструктуру, создаем инфраструктуру, поднимаем кампусы, делаем все, а потом начинаем только привлекать студентов. Вот это не совсем правильно. Работа по привлечению студентов уже должна вестись, например, в сентябре месяце, понимая, что в следующем году мы, например, поставим себе цифру, должны приехать сюда, к нам. Ну, пусть хотя бы по 3-4 магистра со всей России, но по 11 направлениям. Это получается? Ну, будем 5. Ну, то есть уже 55 первых магистров. И потихоньку как-то. Таким же где-то жить ведь надо будет. Студент может заниматься учебой, может заниматься наукой или коммерциализацией, но после работы ему нужно где-то отдыхать. Поэтому вот это все направления, они сейчас и выстраиваются. Мы провели стрессию стратегического планирования, но стрессия на самом деле не закончилась. Сейчас есть создана рабочая группа, которая готовит паспорт проекта, который пойдет в правительство Российской Федерации. И срок у нас для подготовки этого паспорта буквально вот посчитанные дни остались. Три рабочие группы работают. Это наука образования, которая как раз объединяет усилия, пишет, прописывает цели, направления. Они пытаются экономически затвердить, доказать, какую сумму необходимую по этому направлению. Работа по коммерциализации, очень большая работа по коммерциализации направлений. И работа по формированию комфортной городской среды, по развитию территории, по развитию города. Паспорт должен быть сформирован до конца этой недели. И на следующей неделе планируется вот его уже первый заход, обсуждение этого паспорта в Министерстве образования. Для того, чтобы можно было показать те цифры, те показатели, на которые мы планируем выйти. Какие-то конкретные шаги уже когда планируются? В октябре должен вот этот федеральный проект о создании научно-образовательного центра уже должен быть утвержден в правительстве. То есть они пройдут все комитеты. То есть со всеми суммами, со всеми планами конкретными. Мы сейчас говорим о том, что у нас август-сентябрь, мы должны вот эту историю закончить и потом внести. То есть работа не останавливается. А дальше уже из тех, исходя, ну понятно, будут замечания, будут корректировки. Понятно, что мы делаем первое приближение, даже по опыту создания территории, переживающейся экономического развития, мы зашли с одной заявкой. Через полгода появилась уже абсолютно такая другая, уже подготовленная заявка. Цифры все начнутся, я думаю, что с 2019 года. В первую очередь это работа по привлечению здесь магистров, здесь именно под создание научно-образовательного центра. И если нам его утвердят, дальше будем развивать инфраструктуру, городскую среду. Интерес по благоустройству центра города, он очень важен, потому что есть варианты размещения там и центрального здания НОЦ, либо мы что-то модернизируем и ставим кампус рядом с соросным физико-техническим институтом. То есть есть варианты размещения вот этих вот зданий и сооружений. Поэтому модернизация среды вокруг города, ну, центра города, ну, тоже очень интересно, и есть уже возможные варианты проработки. Кроме благоустройства есть еще и удобство города, да, то, что Алексей Евгеньевич обозначил, как Саров может стать, опять мне очень понравилось его выступление, френдли город и лаборатория лучше социальных и управленческих практик. То есть это город, который, хорошее слово, да, френдли, но если по-русски он удобный для любого человека. Вы знаете, что запущен уже портал и сервис для жителей города «Умный Саров». Ну, вот вы можете, собственно, зайти уже посмотреть расписание движения, вы можете, как бы, заявить о своей проблеме, вы можете увидеть маршрут автобуса, через сколько он пойдет на ту или иную остановку. То есть уже, как бы, планирование. И сервис постоянно, как бы, он постоянно накручивается. Но это вот, это вот маленькая только, это еще нельзя сказать, что это цифровой, там, или муниципалитет, или цифровая платформа. Понятно, что увязать лучшие практики, и вы сейчас опять говорите о том соглашении, которое подписала Госкорпорация, Урагоносатом и Агентство стратегических инициатив на нашей сессии стратегического планирования имени по созданию такого центра. То есть лучшие практики, которые есть в области управления, лучшие практики, которые есть и апробированы, или готовы встать в качестве пилота на какую-то площадку, они должны, как бы, приходить сюда. Мы здесь их смотрим, мы здесь пробуем. Опять же, мы понимаем, что... Доводим их до совершенства. Да, или до совершенства мы их доводим, или говорим там, ну, окей, да, все, как бы, не стоит. Ну и, собственно, у нас есть очень большое количество экспертов, которые работают в градообразующем предприятии, собственно, которые нам помогут технически и по каким-то другим направлениям помочь решить, вот, как бы, это, подходит она к нам или не подходит. Поэтому вот здесь вот очень важный момент. Может быть, там какая-то такая накрученная история, что ее реализовывать-то не стоит. Еще один момент, который мне понравился в стратегии, это то, что Саров, он может стать точкой раздумий и обмена мнений и столицей проектов, в том числе и международных, да, каких-то реализаций проектов. И я знаю, что с Анной Геннадьевной Сироткиной мы общались, что большой сейчас упор делается на английский язык, с РФТИ, чтобы наши студенты, они могли общаться с иностранцами. И в то же время Алексей Евгеньевич Лихачев сказал, что город Саров закрытый город. Да, да. И вот эта вот взаимосвязь вроде как и международка, но, как вы тоже, наверное, знаете, что не из закона зато, и понятно, что на территории зато не может находиться иностранные граждане, не может находиться компания, имеющая даже иностранный капитал. Есть вариант, и будет, наверное, самый верный, это размещение вот этого международного конгресс-центра или конгресс-направления на территории технополей. У нас здесь должна быть история, понятно, да, тоже для проведения конгресс-мероприятий, большого количества конгресс-мероприятий здесь в городе, ну, как приводили пример в Сочи, как приводится, например, в Москве. Вот здесь то же самое должно здесь, как отраслевых, так и других, как бы, компаний, предприятий, ну, ключевых системообразующих здесь, в Сарове. Вот этот момент сейчас тоже нужно, как бы, прорабатывать. Но, опять же, прорабатывать это должен та структура, которая будет создана. Вот та управленческая структура научно-образовательного центра это направление должны взять в свою проработку, в свою работу. Было бы очень интересно, если бы сюда приезжал большой поток людей, которые проводят конгресс-мероприятия. Видите, как очень хорошо, как бы, обошли вот эту тему. Ну, вот, проводятся мероприятия, ознакомятся с историей архитектуры города. Понятно, что все люди, которые приезжают, они пройдут режимные мероприятия. Для нас это интересно, для нас это вызов попытаться переманить сюда проведение мероприятий. Но для этого нужно соответствующие быть условия. Правильно? На данный момент проведение конгрессных мероприятий должно соответствовать хорошее, большое, красивое, замечательное какой-то объект инфраструктурный, куда хотелось бы приезжать. Поэтому это тоже, видите, как бы взаимознанно есть. Мы готовы, получается, сейчас приглашать людей? Вопрос, да. Где их размещать, что им показывать? А что мы им показываем? Да, да, да. А какой срок для того, чтобы реализовать эти проекты? Поэтому рабочая группа, она там не создалась и распала. Мы, типа, свои задачи отработали, и все на этом. Нет, такого не будет. Те рабочие группы, которые созданы, они будут продолжать вести эту работу. Вот, ну, там, точки показаны. На счет 35-й, кто хочет, может присоединяться. И очень важно... Алексей Евгеньевич вообще до 50-го года за видение обозначил. Вот, и очень важно, я говорю, мы сейчас, вот, когда общаемся в рабочей группе, говорю, вот, представьте, мы сейчас, да, делаем, рисуем будущее для тех, которые ездят в колясках, или которых еще нет. Мы должны создать такую уникальную среду, чтобы сюда захотелось приезжать, а не хотелось отсюда уезжать. И я так понимаю, что... И в целом году город должен увеличиться, там, до цифры 130 тысяч, вернее, аггломерации города, или сам город. То есть, вот это все, что рядом задействовано, это должен быть вот такой мощный... Нет, просто научно-образовательный центр, это действительно должен быть центр протяжения. А центром протяжения должен быть, вот, стать научно-образовательный центр. И те компании, которые будут работать в поясе научно-образовательного центра. И тут уже специалист должен выбирать сам. Он хочет пойти на работу во ВНИЭФ, пожалуйста. Он хочет пойти на работу в другую системообразующую какую-нибудь отрасль, пожалуйста. Он никуда не хочет. Пойти, он хочет и остаться в Сарове, и работать в этом инжиниринговом центре, или в каком-то центре профильном, но заниматься вот этой иной проблемой. То есть, у компании, и мы в группе проработки экономики, именно подразумевали, что у НОЦа должны быть ключевые компании, крупные компании, которые либо приглашают к себе, либо остаются здесь, но дают им сюда, как бы, закидывают заказ, и ребята начинают работать. Поэтому вот этот момент очень важный, то есть взаимодействие. И я так понимаю, что весь проект этого НОЦа, он созрел здесь у нас в Сарове, то есть он изнутри идет, он не насажен. Да, проект НОЦа идет изнутри. Это такая проработка, серьезная проработка, в которой участвовали Координационный совет. В Координационном совете у нас находится директор ядерного центра, представитель госкорпорации, органы мест самоуправления. И вот он как бы потихоньку рождался здесь и вот выстрелил вот в такой проект. Здорово. Будем надеяться, что все задуманное... Давайте не будем надеяться, давайте будем работать. Будем работать. Будем надеяться, будем то делать, давайте работать. Звучит просто очень амбициозно. Главное, чтобы... Сергей Владимирович Киренко всегда говорит, мы должны перед собой ставить задачи амбициозные, тянуться к ним. Если будет задача не амбициозная, она будет не такая интересная. Вот слова всегда подтверждаются. Чтобы развиваться, надо что-то сверх себя себе ставить, вызов делать. Нужно делать постоянный вызов. Ну, собственно, сейчас вызов произошел. Действительно, очень серьезный вызов. Давайте, это федеральный проект. Это федеральный проект, который входит в национальный проект. Закусим у дела и будем работать. И будем двигаться вперед. Спасибо за эту беседу. Всего доброго. Спасибо.